Сегодня наша дорога лежит от Вильнолубе, но от зубного побережья Франции, до старинного коротка Каркасон, который обладает грандиозной средневековой крепостью. Расстояние от Вильнолубе до Каркасона всего 480 километров. Поэтому мы решили позволить себе круг 60 километров и проехать вдоль побережья до знаменитого курортного городка Сантропе. Первый по маршруту вдоль побережья городок Антип, от Вильнолубе до Антип вдоль моря всего 15 километров. И по счастью они проходят между морем и скоростной железнодорожной магистралью. Вдоль всего побережья пляжная зона, доступ к которой затруднен из-за железнодорожной магистрали. Но несмотря на раннее утро, здесь уже паркуется отдыхающий, остановившийся в апартаментах не на самом побережье. Антип не богат на большие шикарные пляжи, как Ницца, Вильнолубе или Кансюрмер. Но все равно он очень популярен у отдыхающих. Имеет множество гостиниц и апартаментов, цены за номер которых колеблются от 100 до 1000 евро в ночь. Антип имеет небольшой старый город, по которому из-за лимита времени мы, к сожалению, не смогли себе позволить прогуляться. Поэтому мы просто покрасили по городу, чтобы получить общее представление Антип и поделиться им с вами. Наш транзит через Антип припал на раннее субботное утро. Поэтому у нас остались впечатления уютного, аккуратного, свежеумытого городка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дешевле, чем на забравочных станциях вдоль автомагистрали. Поэтому, если съезжаете со скоростных автомагистралей населенные пункты в экскурсионных целях, смело там заправляйтесь до полного бака. За качество горючего можете не переживать. Вот уже и выезд из Антима. Далее по курсу знаменитые камни. Оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!